Ну вот, всем привет! 28 января, пивная пятиминутка Илья допит молот. Приступаем к следующему пивку. Это будет безалкогольное. Ну, в принципе, просто интересно, как себе представляют пиво безалкогольное в Тагиле. Ну или, скажем, как они его варят. То есть тут спидометр, сидела, типа, всё, смело, за руль. И вот, и всё-таки есть, на нём есть фирменная пробка. Так, и чё? Как варят именно в Тагиле безалкогольное пиво? Очень интересно. Надо пробовать. Обязательно. Ти-ти-ти-ти-ти. Ну, на спидометр 180. 170. Ну, нормально, да. Молодцы. Выпил безалкогольное, можно 170 гнать. Вот. Шалуны. А цвет-то чуть ли не насыщеннее, чем у крепкого пива, чем у молота. Охренеть можно. По-моему, даже на пол... Ну, вот, прямо на какие-то эти... Потемнее будет. Офигеть. Просто интересно, как пивовара Тагильского и пивзавода справились с этой задачей. Сварить безалкогольное пиво. У нас тут что представлено? Пиво светлое, безалкогольное, фильтрованное, пастеризованное. Гравировать... Чё-то тут даже гравировка больше, чем эта... Выпуклость. Чем на других бутылках. Ладно. Так. Объём, как обычно, 0,5. Чё они там радовались, что у нас на 10% больше? Не помню, всегда 0,5 они не делают, как Балтика, там всякие... МПКшники. Алкоголь не более 0,5%. Ну, естественно, экстрактивности начального сусла не найду я. С остальным водой питьевая. Подготовленный солод пивоваренный, ячменный, светлый. Солод карамельный. А вот откуда такой цвет. От карамельного солода. Ну и не забыли крупу рисовую добавить и хмель. Да что такое у меня сегодня? Ой, пропирает-то на чихи. Вспоминаешь ли кто-то? Да нет, тогда бы кал. В общем, чё, опять... Охренеть. В молоте было 8,5%. Там была рисовая крупа. Тут 0. Не больше 0,5. И тоже рисовая крупа. Чё-то они маскируют, чё-то они сглаживают. Не могут они, видно... Как не могут? 50 лет пиварни. Не могут ровный лагерь сварить. Без сахара, без крупы. Ну, без несоложонки. Но чё-то я не поверю. Это уж совсем надо быть каким-то этим. Не содержат пищевые добавки, армитизаторы, биологические пищевые добавки, активные добавки к пище, ингредиенты, продукты. Ещё написали бы, без ГМО, блин. Ладно. Короче, такой цвет у нас насыщенный. Дал карамельный солод. Ну, молодцы. Придумали. А то бы была сейчас на просвет. Моча-мочой. Ну, смотрите. Тут даже темнее, чем жигулёвская. Ну, красавцы. Ну, давайте сейчас проверим, нахрена они туда рисовую. Ладно, хоть без сахара. Спасибо. А то, по идее, насколько я заметил, безалкогольное пиво, оно само по себе очень сладкое. Так что, куда нахрена там ещё сахар всувать, я не знаю. На аромат. Сейчас ждём наш безупречный аромат безалкогольного пива. Во всей красе оно очень яркий. Очень прямо яркий. То есть, в молоте мне не хватало аромата. Просто я практически там ничего не мог почувствовать. Тут прямо такой букет безалкогольного. Ну, и также солод. Ну, в основном, вот это безалкоголка лезет, да. Солодовый, безалкогольный аромат. Мне кажется, у меня слепую, да, я вот любое пиво скажу. Это безалкогольное, это алкогольное, это безалкогольное, это алкогольное. Потому что вот, ну, вот этот вот, так скажем, привкус, ну, мне кажется, ни с чем не спутать. Но я думаю, на вкус будет то же самое. Давайте пробовать. Заканчиваю пятницу безалкогольным пивом. Нехорошо. Чем не все так рыбы-то тащит? бокал помыл. Я просто там не стал говорить, когда был этот крепкий молот, там тоже что-то какой-то оттенок рыбы был. А, так я ее начал пробовать еще до того, как начал дегустировать. Не зря я это сделал. Ну, ладно, если если от уйти от привкуса рыбы, которая, наверное, просто в зубах застряла и, я не знаю, не отдает. Или просто где-то в горле, может, ее проходит. Я скажу вам, это очень недостивная безалкоголка. Она прямо не отдает в сладость, как МПК какие-то, которые пить невозможно из-за сладости. У нее есть кислинка, у нее есть характер, у нее есть солодовая составляющая. Она не отдает сладость сильно и вот этот привкус, а вот зачем рисовая крупа. Привкус вот этого безалкогольного, который всегда его выдает, он очень сглажен. Он серьезно-таки сглажен, что можно перепутать даже и, блин, да ну нафиг. Есть легкий привкус вот этого безалкогольного, но он настолько слабый, что его прям можно и не уловить. Блин, это классно. Это максимально приближено к обычному пиву. Кислинка, карбонизация, все дела. Хотя, хрен его знает, может, после молота, мне так кажется, в принципе. Хотя, наоборот, после молота бы мне казалось, что это вообще вода водой. по идее. А, это прям хорошо. Я бы даже выставил вот это безалкогольное в ряды первых пивасиков безалкогольных. Ну, там, Клоус Халлер, Хеникин, что еще пробовал, чтобы было прямо нормально. По-моему, остальное все шляпа. Ну, ничего, еще впереди у нас будет у меня и Калсберг, Хугарден, Стеллард Ваном. Посмотрим, что там с ними. Ну, это прямо на ряду, вот прямо на высшей ступеньке. Это неплохо. Если пьете безалкогольное пиво, попробуйте, если у вас продается тагильское. Хотя вряд ли. У нас-то безалкогольное хрен найдешь. В Ашан мне пришлось ехать за город за ним, потому что только там я его видел в продаже. Больше его нигде нету. Специально за ним ездил и не зря. Ну, не только за ним, конечно, лукавлю. Но он был в первых строчках списка, что надо купить. И не зря, слушайте. Неплохо, неплохо. Весьма недурно, сказал бы я. Ну, все, на этом будем прощаться. Пробуйте новое пиво и безалкогольное тоже пробуйте, тем более, когда прививку поставили, да? Ой, рука болит, мать я. Прививку поставили, алкоголь пить нельзя, пох, безалкогольное бах-бах, вот такое рекомендую, мне вообще зашло нормально. Ну, если безалкогольное не пьете, то, ну, что же поделать, ну, и не пейте, потому что, да, это бессмысленная какая-то хрень вообще, абсолютно, наверное. Ну, да, если философски порассуждать, это, я уже рассуждал на эту тему, это бессмысленная хрень, с точки зрения вкуса, с точки зрения кайфа, профанация полная. Вот, не болейте, будьте здоровы, берегите себя, завтра увидимся, пробуйте новое пиво, не бойтесь экспериментировать со стилями, вкусами, пробуйте разные, не зацикливайтесь на ком-то одном стилей, да, ху, даже одного этого же стиля вам вкусы, крафтовики сделают разные, просто разные, да, чё там далеко ходить, даже жигулевская, возьмите линейку разных, от разных заводов, охренеете, насколько они отличаются, так что, давайте, дерзайте, всем пока, до завтра, увидимся, бум, до завтра, ility, そπ Columbus, broken amigo, утро, heures, controle, lent box, Celsius, bit, Myers, Dakota,